Приветствую вас на канале RedCat. Ну что ж, наконец-то начался ивент в Roblox, который так долго рекламировали, 1 августа, который начинался, и сейчас, наконец-то, мы сможем поучаствовать. Для начала вам нужно выбрать команду, ну, конечно же, красные коты. Тут вообще без вариантов, выбираю эту команду, тем более, что если ваша команда побеждает, набирает больше всех очков, больше, чем другие команды, то, соответственно, вы получите еще какие-то дополнительные плюшки. Насколько мне известно, почти все выбирают эту команду, поэтому, если вы выберете какую-то другую, то, скорее всего, вы будете в команде лузеров и ничего не получите. Поэтому я бы вам советовал все-таки красную команду, в ней есть CreeCraft и в ней есть RedCat, ну и вообще, команда красных котов. Дальше вы получаете сразу же бесплатный плащ, у меня это красная команда, соответственно, я получил красный плащ. Красный плащ. Если вы хотите плащ другого цвета, выбирайте другую команду, но будьте готовы к тому, что вы можете проиграть. Вот он, CreeCraft и еще два ютюбера, которые как бы наши капитаны, и вот сейчас мы начинаем получать разные призы. Можно, ребята, их получить за робоксы, ну а можно собирая токены. Сейчас мы посмотрим, что за токены. Вот, смотрите, вот за вот эти вот как бы кусочечки вы будете получать верхние вещи, а за токены нижние вещи. Ну а если, ребята, вы хотите прям все купить именно за робоксы, то я знаю магазин, который вам поможет это сделать. Давно хотел прикупить робоксы по самой дешевой цене? Тогда заходи на сайт rbxcell. На этом сайте вы можете купить робоксы по самым выгодным ценам. rbxcell имеет огромное количество положительных отзывов, а значит им можно доверять. На сайте робоксы всегда в наличии, а для желающих получить их совершенно бесплатно сейчас действует акция. Делись своим промокодом с друзьями, получая робоксы с первой покупки друга, а также выполняя задания и получая за это робоксы. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо, не беспокоясь за безопасность своего аккаунта. Используй мой промокод REDCAT при покупке робоксов и получай 20 робоксов в подарок. Ссылка на сайт под видео. Все это только на rbxcell. Ну что ж, ребят, тем временем я скарабкаюсь на свой красный замок, на свою красную базу, потому что там на самом верху, вон видите, у нас есть кристалл. Я думаю, что на любой базе, какую бы вы команду не выбрали, там у вас тоже будет наверху кристалл, который вы можете забрать. Или токен, давайте посмотрим, что это, кристалл или токен. Сверху как бы будет виднее, потому что снизу видно, что там что-то есть, но что конкретно, пока мне непонятно. Токен, токен, токен я вижу. И это, ребят, кстати, называется Only Up Obby. И давайте его заберем. Все, квест, видите, кстати, у нас слева еще есть квесты, которые вы выполняете. И вот я один из них уже выполнил. Так, все, еще Ninja Obby есть какой-то и так далее. Only Up Obby completed. Получил 10x silver. Неплохо. Сейчас, ребят, еще покажу одну вещь, которую вы тоже можете забрать в карте Lobby. Их надо вроде тоже 10 собрать. На другие базы я пробовал пробраться вон туда вот, на розовую, но там как бы невидимая стена стоит, потом и вы не можете туда пройти. Поэтому, скорее всего, розовую базу смогут забрать монетку только члены команды, соответственно, розовой. Так, еще, ребята, нашел вот такую вот штуковину, смотрите, на спавне, так что вы можете тоже ее забрать. Не знаю, что наделать. Скорее всего, это тоже будет квестик. И вот один, по-моему, 10 штук таких надо найти. Может, они где-то еще есть, но об этом, наверное, будет еще отдельное видео, где что собирать. Но сейчас давайте отправимся в первую игру. И будет это, ребята, BISWARM симулятор. В каждой игре будет по 25 осколков. Давайте будем так их называть. И по 60 токенов, или сколько там. Вот тут, видите, по-разному. 0 из 60. Вот. Ну да, 60 получается. Первая игра, в которую я поиграю, это BISWARM симулятор. Давно хотел сюда зайти, потому что там же уже у нас новогодний ивент неделю назад начался. И, наконец-то, я могу сюда зайти. Так, ребята, итак, мы общаемся с Мишкой, получаем квестик от него. После чего мы сможем отправиться дальше. Слушаем. Так, ребята, короче, нам предстоит здесь играть в гольф. Прикиньте, в гольф, в BISWARM симулятор. Это интересно. Санбир приехал к нам слева. Кстати, видите, у него на фургончике как раз вот валяется уже осколок, который мне нужно забрать. Но мы потом их всех 5 соберем сразу же, чтобы вы видели, где они находятся. Короче, он мне даст 3 квестика для того, чтобы я получил 3 токена. И первый из них это надо будет забить вот этот вот мячик для гольфа в лузу на диаматном поле. Как это делается? Вы подходите к мячику и просто, видите, такие стрелочки возникают. Вы с разгона или по чуть-чуть подходите к этому мячику, толкаете и он катится. И вот таким образом вы как бы бьете. Для того, чтобы мячик покатился, первоначально нужно собрать пыльцу под ним. Поэтому в зависимости от того, сколько пыльцы, надо будет, соответственно, раз там нажать рядом с ним. Как только вы соберете нужное количество пыльцы, будет написано, что он get ready, то есть готов для того, чтобы его бить. Вы его бьете и все. Также обращайте внимание, что вот в это поле вы не можете попасть. Ваш мячик исчезает, если вы в коричневое попадаете. Поэтому вы должны по травке или слева, или справа это обойти, либо же там можете каким-то ударом обводящим через верх. Ну, короче, думайте, как туда его прокатить. Так, первый квест я выполнил. Я собрал 200 пыльцы и я забил мяч в лузу. Поэтому я отправляю Sunbeer для того, чтобы получить второй себе квестик. Давайте почитаем, что он даст и пойдем его выполнять. Так, все, ребят, я получил следующий квестик. Нет, не получил, надо еще раз нажать. Вот теперь получил. Сначала вы просто с ним общаетесь, а потом уже квестик получаете. Так, что он пишет дальше нам нужно сделать? Нужно 2 убить носорога, потом забить 2 гола на Blue Flower. То есть у нас другое поле, мы идем на Blue Flower поле. Вон оно наше поле. Вот, короче, вот здесь нужно забить 2 мяча в лузу для гольфа в лунку. Поэтому мы начинаем этим заниматься. Ну и попутно еще убили мы уже одного Битлеса, этого жука. Надо еще одного убить. Так, сейчас толкаем, толкаем. Я вот как-то не очень удобное, конечно, управление, но вот каким-то чудом все-таки забил. Тут еще, видите, заборчик ездит. Если в заборчик мяч попадает, он от него отталкивается и отлетает. Поэтому старайтесь ударить так, чтобы не задевать этот замок, забор. Так, все, ребята, попал второй. Давайте сейчас еще убьем носорога. Вот здесь вот у нас есть, вот у нас здесь жуки. И вот, вот этого синего надо убить, жучка. Все, убиваем. И теперь осталось что? Activate to... Так, надо активировать еще 2 мишени. Мишень у нас находится вот здесь, вот. Вот, видите, мишень. Давайте в нее попадем. Короче, нужно закатить мячик к ней. Поэтому подходим, бьем пыльцу, набиваем сколько нужно пыльцы для того, чтобы мячик покатился. И потом целимся и с разгона набегаем на мячик, и он катится. Еще чуть-чуть, еще немножечко, ребята. Все, пыльцу подбил, он стал зеленым. И теперь мне нужно просто на него набежать, чтобы он покатился. Все, готово. Активировали. Кстати, по-моему, ребята, еще можно, чтобы не только вы, а кто угодно на этом поле, если активируют вместо вас, по-моему, это тоже засчитывается. Но это не точно. Так, ребят, тут еще одна мишень, как вы видите. Я сюда тоже пытаюсь загнать вот этот вот мячик. Все, получилось. Отлично, ребят, я выполнил полностью второй квест. Иду сдавать его Мишке. Общаюсь с ним. Сдаем, мне дают награды. Потом еще раз с ним надо пообщаться, для того, чтобы он дал нам новый квест. В следующем квестике, ребята, будет у нас в основном это поле солнечное. На нем надо... Не солнечное, а с подсолнухами. На нем надо будет забить два раза в лузу мячик. И также надо еще будет попасть в одну мишеньку. Активировать еще третью мишень, которую мы тоже сейчас будем делать. Вот здесь, вот видите, мишень огромная есть. Но нужно, чтобы мячик прям залетел в нее. То есть надо с разгона бежать на мяч. Сейчас я попробую прям сразу попасть, смотрите. Вот, видите, вот так вот. Сдалеко отошел, и стрелочка вроде даже вверх туда смотрит. Теперь надо с разбега набежать на мячик. Итак. Ща. Слушайте, а он как-то сам полетел. Я даже вроде не бил. Или это парень вместо меня стукнул. Короче, я не понял. У меня что-то улетел и попал. Так, ребят, давайте теперь соберем еще пять кусочков. Айрон мне как раз показывал, где эти осколки. Он уже все собрал. Первый осколок у нас в этом магазине. Вот он. Вот, смотрите, вот здесь, видите, вот такой вот осколочек. Я буду его осколками называть. Нужно пять на этой карте их собрать. Первый. Идем дальше. Второй у нас на машинке, как вы видели. Вот он. Слева, видите, все. Просто заходите на него и дотрагиваетесь, и все. И получаете бейдж. Так, два из пяти мы нашли. Следующий у нас находится в магазине. В магазине для нубиков. Поэтому отправляемся туда. Да, мне еще, наверное, надо палку поменять. А то у меня палка совсем не та. Так, забираю и здесь. Вы видели, да? В углу стоял. Не акцентировал ваше внимание. Ну, короче, в магазине вы заберете еще один. И около елочки там будет четвертый у нас. Вот сюда вот прыгаете. И вот справа, около лесенки, у нас есть осколок. Все, ребята, четыре забрал. Теперь последний. Последний у нас находится на голубом поле. Поэтому отправляемся сюда. Вот здесь вот за синим, видите, цветочком. Прямо сюда вы заходите и забираете последний. Все, ребят. Пять из пяти осколочков мы забрали. Теперь мне осталось доделать последний мой квестик. Что мне осталось? Мне нужно закатить три мячика на этом поле. То есть, вот так, смотрите. Вот туда вот надо между вот этими, как бы, заборчиками, которые ездят, пропихнуть туда мячик. Вот сейчас, обратите внимание, я пока еще мяч не забил, но мне уже засчитали гол. Кто-то на этом поле забил мяч, и это тоже засчитывается. То есть, получается, даже не обязательно мне самому это надо делать. Надо просто находиться на этом поле в то время, когда кто-то закатит мячик. Ну, по крайней мере, я так вижу себе. Так, закатываю третий мяч, и что мне остается? Так, во-первых, мне нужно конвертировать 2500 пыльцы в свой улей. Короче, когда вы собрали 2500 пыльцы, пыльцу собираете просто на поле, бьете палкой вашей. Подходите сюда, нажимаете Е и ждете. После этого автоматически пчелки начинают у вас пыльцу, короче, выкидывать, закидывать. И все, мы это сделали. Конвертировали. И последнее, ребята, с одного удара нужно закатить мяч в лузу. Наверное, лучше всего это на синем, потому что там нет этого черного пятна посередине. Но я, смотрите, как, хопа, забил с разгона и закатил мяч в лузу. С одного удара, ребята, надо вам закатить этот мячик. Это довольно-таки сложно, но потренируйтесь. Я так понимаю, что надо сначала побить пыльцу, чтобы вам дали возможность по нему ударить. А потом с разбега бежите на него, набегаете. Чем быстрее вы бежите, чем дальше он летит. Ну что ж, ребят, я вернулся в хаб. И смотрите, вот у нас BISWARM симулятор. Он стал зеленым. И теперь у меня полностью все выполнено здесь. Кроме того, я уже могу получить бесплатные вот такие вот наушники за 60 монеток, за 60 серебра. Так что это уже вторая бесплатная вещь, которую я получил. Первая это плащ, который сейчас на мне. И второе это эти наушники. Ну и дальше, ребята, вот так я буду накапливать. Максимально 370 мне нужно серебра получить для того, чтобы забрать все награды. Ну и также я еще могу купить Team Aura. Я не понимаю, зачем это, для чего этот верхний ряд. Но в любом случае, наверное, нужно покупать. Да, ребята, обратите внимание, кстати, что моя красная команда сейчас на первом месте. Так что, если вы еще не выбрали какую команду, обязательно присоединяйтесь к красным и добывайте для нас общую победу. Остальные, ребята, смотрите, острова немножечко отстают от нашего лидера. Красных котов! Ну что ж, ребята, иду следующие призы получать. Ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за просмотр. Всем до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok